динит приветствую тебя соответственно обсуждаем как и всегда друзья для вас между прочим рынке технику фундамент возможности разных сторон смотрим на происходящее потому что это дает более объективную картину и позволяет оценить максимально адекватно то что реально происходит и как все это можно конвертировать какие-то конкретные сделки чтобы заработать мы с денисом продолжаем следить за тенденциями которые наблюдаются по индексу американской валюты потому что прекрасно понимаем что индекс доллара это одна из основных движущих сил вообще всех рынков соответственно тот фундаментальный фонд который влияет на индекс американской валюты он точно идет со стороны фидрезерва фрес влияет не только на курс доллара но и на фондовый рынок на и сегменты финансовых рынков на облигации и так далее поэтому сегодня весьма актуальная тема учитывая что сегодня второй день выступления павла в конгрессе затронуть тему как раз происходящего с американской валюты с индексом доллара также можно коснуться еще рынка нефти учитывая последние инициативы байдена отменить федеральный налог на топливо хотя я сейчас объясню почему мне кажется что это не та мера которая может поспособствовать тому чтобы на рынок тотальный вернулись продавцы и отправили бренд как многие из них хотят в район 100 долларов за баррель и ниже и можно еще разобрать ситуацию с евро долларом ну хотя все прекрасно знают что евро доллар это зеркальное отражение индекса американской валюты поэтому принципе можно анализировать один актив и вы будете четко представлять что происходит с другим давайте демонстрация кран начнем мы с меня давай как раз у меня евро доллар открыто моменте 1 05 73 вчера было первое выступление паула перед сенатом сегодня перед палатой представителей это выступление запланированное имеет конкретную тематику это полугодовой доклад по денежно-кредитному курсу монетарному режиму опять резерву потому что делалось регулятором борьбе с инфляцией что еще планируется сделать чтобы иных потребительских цен все-таки пошел на спад небольшая предыстория мы помним что вот на прошлой неделе когда кстати вот я отсутствовал американский регулятор повысил процентную ставку на 75 базисных пунктов потому что очень сильно испугался инфляция инфляция превысила восемь с половиной процентов и обновила максимум за 40 лет восемь и шесть процентов и мне очень понравилась одна статья и сегодня читал на области джорнала что честно говоря вот текущий показатель инфляции 8 и 6 процентов это значение которое соответствует новой метрике как бы методологии расчета индекса потребительских цен но вот например если бы использовалась предыдущая формула которая вышла скажем так из обихода буквально несколько лет назад то сегодня инфляция в сша было бы уже 15 процентов по старой форме я вот честно говоря уверен то что реальные показатели инкса потребительских цен сша они точно на двузначной территории то есть инфляция штатах реально галлопирующие уже поэтому на мой взгляд то что пресс сейчас объявил войну инфляции через более жесткую монетарную политику как никогда для нас если кто-то разделяет такую же точку зрения как и я в отношении индекса доллара я верю его рост как никогда создает условия для того чтобы на долгосрок можно было бы сейчас расслабиться и на долгосрок это возможно даже до конца 2023 года поставить на а то что индекс останется в таком фаворе будет пользоваться бешеным популярностью и с периодическими откатами будет возобновлять восходящее движение обновлять многолетний максимум опять же если у тебя есть какая-то техническая картина по индексу доллара было бы неплохо сегодня взглянуть на нее но чтобы немного разнообразить наш ассортимент тех торговых инструментов которые предлагают вот я опять же как антониум доллара разбираю евро-доллар котировки на 1 05 60 70 точнее 1 05 они цифра 1 05 67 моменте я рассчитываю на то что европейская валюта все-таки пойдет на обновление лоу который был сфиксирован на прошлой неделе в районе 1 0 3 50 и возможно это произойдет уже после сегодняшнего выступления павла честно говоря рассчитываю на то что евро сможет продавить опять же уровень уверенно 105 еще ходе вчерашней торговой сессии но вот пока что рынок еще не определился с движением если пау сегодня коснется темы того что агрессивное повышение процентной ставки но необходимо но обязательно и она точно последует то естественно повторить то что мы слышали на заседании регулятора на прошлой неделе вот тогда я полагаю что индекс доллара сможет возобновить восходящее движение пара евро-доллар оказаться под давлением поэтому кому интересно кто хочет рискнуть следующий эфир у вас дениса пройдет на следующей неделе но я думаю что можно сейчас шортить ставить на снижение как раз у меня часовой таймфрейм открыт в моменте пара евро-доллар просела на 15 пунктов может быть друзья это и есть начало вот этого нисходящего движения шартим с целями 103 50 и соответственно если закрепляемся ниже то кто знает может быть дальше увидим им приятное значение что касается рынка нефти все обсуждают вот сейчас инициативу которая уже реализована байдена о том что необходимо снизить федеральный налог на топливо это кратковременная мера на три месяца но может чуть дальше продлят там возможно до конца года но мне непонятно почему вот настолько был ажиотажный интерес и рак коротким позициям почему не так сильно посела непонятно той точки зрения что федеральный налог который сейчас действует на топливо он а фактически предполагает лишь небольшую надбавку к ценам на бензин и на дизельное топливо небольшую надбавку но мне кажется максимально это на дизельное топливо чуть больше 20 центов если мы сейчас вспомним какие цифры по стоимости дизельного топлива в сша а цены заставляют почти 7 долларов за голову о каких-то жалких 20 центов будет недостаточно чтобы улучшить настроение американских потребителей домохозяйств и заставить их расслабиться поверить то что ну наконец-таки началось снижение и дальше будет только лучше поэтому то что инициатива вот это было принято это недостаточная мера чтобы сломать тот восходящий тренд который на рынке нефти был и я ждал честно говоря точку от оптимального входа входа для точнее даже перезахода длинной позиции это тест поддержки 110 долларов за баррель и вот рынка эту возможность подарил подсветил этот уровень сейчас опять же котировки 109 52 и тем кому интересно я предлагаю дождаться уже пробоя 111 долларов за баррель покупать целями сто двадцать и выше потому что проблема соотношения спроса предложения она никуда не делаясь то есть спрос по-прежнему превосходит предложение чем серьезнее дальше будут зажимать аналитический сектор россии чем интенсивнее будут сокращаться объемы международных поставок российских производителей тем соответственно проблема нехватки предложения станет более очевидны и еще одна сделка буквально пару слов это по паре доллар иена которая сейчас котируется от метки 135 50 это нижняя граница вот этого локального такого и поставим дефицит долгосрочного восходящего канала я думаю что случае пробоя снова сопротивление 136 иен за доллар можно покупать с целями 138 и коротким стопом там пунктов на 50 соответственно рост пары доллар иена опирается на дифференциал процентных ставок и доходности облигаций японских и американских сейчас трежерис моменте от меня график открыт котируется на уровне десятилетки 316 а доходность японских облигаций 024 на этом фоне конечно же без вмешательства банка японии по с валютными интервенциями ослабление давление на иену сожалению словить не удастся и вслед за вот 24-летним минимумом получается по иене против доллара а по паре максимум соответственно я ожидаю еще больше рост и в принципе абсолютно согласен с прогнозами экспертов сити банка которые ждут что в перспективе там двух-трех месяцев пара доллар иена может улететь в район 140 иен за один американский доллар поэтому сегодня я жду выступление как и многие наверное паула думаю что под конец дня индекс доллара обновить локальные максимумы это надавит на позиции европейской валюты поддержит соответственно пару доллар иена а рынок нефти у меня долгосрочная длинная позиция и текущие уровни оптимальные для того чтобы открывать эти ланги денис слово тебе так отлично да сейчас все меня должно быть сейчас хорошо видно видно значит да мне есть на самом деле что сказать и блин я не знаю как у нас с тобой это работает но я соглашусь вот с основным анализом только с маленькими корректировками по поводу евро у меня заранее было две зоны верхняя достаточно сильный диапазон он сформирован во первых здесь границ волатильности находится до раз также граничащие страйки по опционам это два точнее даже по премиям опционов это два и плюс здесь еще очень крупные проторговки проходили то есть конструкции проторговались в общем все это вместе дает очень сильную зону и также вот ближайшая зонка есть это зон продавцов сочетаемая с локальным уровнем у нас вот здесь торчит такой небольшой и в целом я полностью придерживаю сценария что движение вниз считаю действительно продолжением то есть я жду в район хотя бы 1 0 3 здесь вообще на самом деле есть мощнейшая конструкция которая находится если так округлить то 1 0 2 1 0 3 ну ближе где-то 0 2 50 примерно поэтому хотя бы как минимум ближайшую цель я жду на 1 0 3 туда вниз поэтому потенциал считаю евро классный здесь единственное только нужно дождаться более такой грамотной формации для входа потому что вчера вот эти вот выбросы здесь я просто сижу жду реально потому что у меня внутри флета работает не хочется всем потому что когда подобные комбинации раз торгуют лучше всего всегда работать от границ поэтому сейчас в перспективе возможно повезет нам цена сможет сформировать зону продавцов тогда продавать можно будет где-то в районе 1 0 5 60 но это только в случае если она сформируется вот если же попытаются сделать какую-то гадость опять там пойдут на перехай у нас есть четкие для этого две зоны верхняя это больше запасной вариант но она очень сильная вот ближайшую то фактически цена уже там с маленькой погрешностью видела это с учетом того что здесь еще и маржинальная зона проходит которую цена дважды уже тоже тестировала в общем я не вижу ничего для серьезных покупок на самом деле у меня приоритет только на продаже здесь мнение вообще никак не менялось и в понедельник ребятам закрытом канале то же самое показывал только продажи по евро как собственно по остальным валютам прямого котирования абсолютно та же самая картина касательно иены смотри здесь крайне любопытная ситуация значит по иене цена подошла в зону проторговки крупного опционного объема и при этом я еще также обратил внимание что вверху у нас тоже есть очень мощный уровень он там чуть выше ста тридцати восьми находится я честно думаю что примерно с текущих вы почему с текущих потому что цена подошла к зоне покупателей вот она красивая логичная понятная зона покупателей в сочетании здесь чуть ниже депо контрактный находится и цена что попытается с текущих добить вот ста тридцати восьми туда на самом деле кто смотрит мои вебинары я уже жду реально давно действительно давно вот и если цена туда все-таки сможет добить но это будет супер потому что первый целевой у нас будут на сто тридцати шести уровень затем здесь сто тридцать семь чуть послабее он не сильно прям значимый а следующий однозначно это сто тридцать восемь поэтому если цена сможет туда добить но это будет супер на самом деле и оттуда уже а может какую-то локальную коррекцию нам более-менее дадут вот к этому накоплению потому что все таки здесь очень сильный уровень на самом деле находится плюс ко всему там можно еще и примерно раскинуть где-то плюс-минус попадает полуторная но и скорее всего ложно могут пробить честно когда сильный тренд обычно маржиналки не смотрятся но примерно можно прикинуть в общем сто тридцать восемь я считаю что цена туда попытается добить собственно это кстати коррелирует очень хорошо с остальными валютами там с тем же канадцем с франком у них примерно одинаковая картина так и по поводу нефть смотри а нефть конечно вообще красотка вчера очень круто я честно с утра проснулся увидел тейк такой ого давненько такой красивой картины не помню и сейчас вот у меня покупки по нефти ну у меня марка в этой а там считай разница дисконт сколько там около пяти процентов да примерно по марке в этой у меня покупки от 102 и здесь я также своим ребятам стал что ожидают вчера был классный выбор сделан на 107 что коррекция пройдет где-то в район 103 здесь на самом деле все легко объяснял потому что была сделана крупная кульминация сейчас я покажу вот у нас на часовом графике хорошая такая кульминация это прямо нижней свечки с верхней границы на сто три 10 то есть это граница кульминации которую цена очень часто тестировать если сейчас нам смогут сделать такую вот зону покупателей в области предыдущей зоны зоны продавцов это будет очень крутая классная комбинация то есть это нужно чтобы такой вот прострел вверх произошел и это будет очень сильное подтверждение уже разворотки на 111 поэтому здесь я пока далеко не загадываю но в целом все таки ожидаю что движение вверх где-то в района 111 примерно состоится так как у меня покупки без убытки мне вообще честно пофигу что здесь будет но ближайший на 111 если брать долгосрок то здесь конечно потенциал повыше потому что сейчас цена находится в зоне очень крупного спреда здесь 5000 контрактов очень большой объем по опционам для нефти и нижняя граница это ну прямо мечтают честно потолок куда могут добить это в район примерно 98 но это прям самая-самая дальняя часть это уже на глобальное перекрытие если дадут глобальное перекрытие по 111 это будет уже верхний потолок пока что сейчас у нас в принципе 111 и я бы сказал еще в районе 116 есть очень классно зарисовать тем более вот одна из тоже дополнительной комбинации объема была влита 103 30 тоже был очень сильный уровень то есть это суммарно такой диапазон с помощью опциона с помощью фьючей которые очень хорошо расторговываются и цена от них дает реакцию нечто подобное можно вот здесь видеть вот была аналогичная ситуация посмотри насколько красиво в районе 123 увидели вот эту комбинацию поэтому здесь нечто аналогичное причем объем тоже очень сильно поэтому я думаю что где-то вот здесь она поторгует поторгует но все-таки отскочит в общем такое мое мнение по нефти если вдруг пробьют эту комбинацию то нижняя часть это вот буду тогда ловить в район 97 98 вот этот диапазон будет очень очень сильным ты закончил да денис да да спасибо большое за твои рекомендации сделки ну вот еще один эфир который доказывает что фундаментальные технические взгляды могут быть идентичными кстати мы с тобой очень часто в этом месте убеждаемся и одинаково смотрим на перспективы рынка с позиции разных сторон и разных типов аналогичных это говорит о многом друзья это как минимум повышает вероятность того что мы все-таки окажемся правы и рынок действительно сможет добить до тех целей которые мы обозначили соответственно остается только пожелать всем удачи хорошего закрытия недели денис тебе отдельно удачи и хорошего закрытия недели напоминаю что сегодня еще день обещает преподнести терпись в виде выступления павла и не стоит недооценивать опять же волатильность который может рынок посетить после этого то есть контролируйте риски следите за загрузкой депозитов рынки сейчас очень интересные непредсказуемые но непредсказуемые они наверное больше только лишь краткосрочной перспективе если смотреть на долгосрок тенденции все-таки можно уловить понятия и поймать соответственно если только утовляют эти вот зигзагообразные движения с откатами по 80 90 процентов а так в целом да то есть долгосрочная почему на долгосрок на дистанции всегда вот долгосрочники как правило прибыли остается потому что они лишний раз не дергаются в отличие тех кто внутри дня торгует или не дай бог скальпинг то там пожалуй запасных нервов не хватит согласен ну что тогда еще раз хорошего тебя закрытия недели друзья вам тоже всем хороших выходных и до скорой встречи артем спасибо и желаю нам обоим чтобы наши сделки как раз правильно грамотно вырули туда куда мы их ждем ну и наших подписчиков конечно же тоже спасибо спасибо пока пока пока